Друзья, всем привет! Совсем немного времени осталось до Нового Года, и на улицах происходит просто какое-то бешенство. Все куда-то едут, на дорогах огромные пробки, и сегодня я бы хотела поделиться своими советами, как не сойти с ума во время подготовки к Новому Году. Что нужно делать для того, чтобы Новый Год доставил вам удовольствие, отдых, а не головную боль и усталость? И первый мой совет будет про уборку. Упрощайте уборку настолько, насколько это возможно. Например, пользуйтесь современной удобной техникой. Но, даже если у вас есть такая современная техника, все равно не стесняйтесь просить о помощи своих домашних. Не нужно на себя взваливать все обязанности по дому, по готовке, по работе, и потом падать без сил. Будьте отдохнувшим, счастливым человеком. Совет номер два. При подготовке к Новому Году, к самому торжественному застолью, четко рассчитайте, сколько у вас будет гостей и сколько вы сможете съесть. И не готовьте слишком много еды. И снова повторю, не стесняйтесь просить о помощи. Если к вам в гости приходят родственники или друзья, распределите между ними обязанности, кто что покупает, кто что готовит. Или позовите их к себе на кухню, чтобы они вам помогли порезать салаты, накрыть на стол, помыть тарелки. И тогда праздник будет приятным. Третий совет, который мне очень нравится. Скорее всего, это совет от моего мужа, но я уже тоже стараюсь ему следовать. Не проводите в декабре много времени в магазинах и в супермаркетах. Они отнимают ваше время, ваши силы, вашу энергию. И это время можно провести намного лучше. Например, сходить с семьей на каток или прогуляться в парке. Я, конечно, понимаю, что вам хочется купить подарки близким и друзьям, продукты на новогодний стол. Но это все, во-первых, можно сделать в интернете, заказать доставку, либо же спланировать поход в магазин заранее и делать все вот эти вот праздничные дела в один день. Не нужно ездить каждую субботу или воскресенье в супермаркет и стоять в длинных пробках и тратить на это свои силы. И четвертый совет, наверное, я логически должна была сказать его в самом начале, но будет так. Отмечайте Новый год именно так, как хотите вы. Если вы хотите отмечать Новый год с друзьями, пожалуйста. Но если вам хочется просто закрыться дома, посмотреть новогодний фильм, заказать какую-то еду, ничего не готовить, делайте так, как нравится именно вам. Не нужно подстраиваться под друзей, под родственников, под чужие желания. Новый год это ваш такой же праздник, как и остальных. Поэтому проводите его и планируйте его так, как хотите вы. Например, мы с мужем уже лет пять не отмечаем Новый год, так как все привыкли, не ходим в гости, не ходим в рестораны, никуда не уезжаем. Мы просто ужинаем, готовим что-то вкусненькое, причем немного готовим, а там один салат и одно какое-то горячее блюдо. Смотрим какой-нибудь фильм и ложимся спать. И все. И мы счастливы проводить так этот день. И я вам советую найти то, что вам нравится, и не следовать чужим желаниям. Надеюсь, мои советы будут вам полезны. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. И хорошего всем Нового года!